всем привет в данном видео я с вами поделюсь итогами 2016 года ну и буду искать елку попутно ну и конечно же выгуливать баба я смотрите вот я являюсь гражданином непонятной страны которой следующем году 2017 уже не будет существовать сейчас по телеканалам великой галичины потому что это не украина как ни крути подводят итоги но смотрим как это происходит ввезение капиталов и зараз инвестиционные кампании китайские шукают по всему святу краины и сектори экономики где можно было вкладывать эти капиталы не дарма было си Цзиньпинем в 2013 году главой китайской народной республики запропоновано инициативу великий шелковий шлях как раз это вкладывается в текст вывез капитала формирование спільных предприятий кооперація с ризными державами спочатку в регионе в Азии а потом цей шлях будет продолжен до Европы для того чтобы забезпечить перетектоварей послуг капиталей из Китая до Европы и украина могла бы от этого отримать певные зиски смыкнуть свою экономичную базу а если бы она смыкнула экономичную базу она смыкнула свою суверенность и независимость воно встала від объекту в полиции стала субъектом да и визначала певни в регионе навіть визначала про и реализовывала краще свои интересы зараз на жаль я повторюсь а мы поки что концентруемся и рассчитываем на на один вектор у нас працюе вектор ще пророссийский бой залишаются все-таки ну и певна культист людей и и политики влитки розраховывать на те что все изменится нам налагодятся стосунки с Россией и эти два вектори демократно протилезно действуют в зовущей политике они фактически раскручивают украину на месте она не может реализовывать реформу не может рухаться для сбалансирования ситуации нужно ввести великого гравца третьего для того чтобы конкуренция была за Украину между гравцами между трьми великими гравцами если зайдет сюда инвестиционный великий капитал поверьте мне тут будет совсем другая ситуация в экономике потому что Европа яка обещала несколько лет назад великие обещания но мы не сделали плану маршала мы не увидели для Украины плану маршала в Украине за підрахунками экспертов 100 млрд долларов нужно для того чтобы сделать поштову в экономике европейцы под различными соусами говорят что и тут коррупция что себе гроши вкладать там и какие-то другие Греции дают там 30 млрд когда криза только возникает там раздают всем нам сказали давайте школьное партнерство давайте в Европу и при цьому не запропонували не экономично ничего а потом мы бачим и политично навіть почали потихоньку від нас відмовлятися да режим безвизовый мы бачим а як надается я знову вкладается там якимись умовами и таки інше тобто мне здається що Украина и це мабуть добре мы отримали таке щеплення від иллюзий які у нас были мы жили в в первом иллюзии что мы будем говорить прагматизм сейчас должен быть главным критериям визначения 100% мая пройти элита прагматична яка визначит чётко свои интересы украинские интересы проукраинские интересы и почнется будильництво Украины только тогда когда начнется будильництво внутреннего рынка Украины з середины индустриализация реальных речей не торгивля не импорт не не транзит ничего не даст нам можливости для поштовку чтобы выйти из этой ситуации только будильництво новых виробниц заводов фабрик яки будут давать продукцию продукция будет перевозить залезница будет заморожена в общем из всего увиденного я думаю каждый сделает вывод что влыка галочина это не Европа и не Украина почему именно так что такое влыка галочина я об этом сделаю два своих следующих видео и к сожалению многие забывают что в Австрии теперь новый президент который является не каким-то там националистом идеалистом свободы а адекватный человек лидер партии зеленых он прекрасно знает что великая галочина это апельсиновая долька австро-венгерской империи знает кто создал украинскую народную республику из которой появилась украинская советская социалистическая республика затем украинская унитарная республика то есть великая галочина да и он знает что если не поменять власть в великой галочине то будут вырубываться лесы в Карпатах будут строить Каневскую гидроэлектростанцию в результате чего затопится островки на Днепре будут добывать сланцевый газ в результате чего наступит экологическая катастрофа причем не только на Донбассе а ведь газ добывают еще в Харьковской области в общем все это прекрасно в Австрии понимают и всякие эксперты что говорят мы там будем сотрудничать с Китаем еще с кем-то все это балаболы которые не понимают что те инвесторы они ужаснулись у того вон евро-майдана революции гидности и сказали что больше вы как они говорили Рогульстан больше не ногой все и в США к тому же президент Дональд Трамп хотя опять же лично я считаю что лучше была бы Джилл Стайн может тогда бы начал осуществляться проект Мив Венера по спасению экологической ситуации в мировом масштабе а да еще вот забыл упомянуть не забывайте что в Вене столицы Австрии да находится штаб-квартира ОБСЕ что ответственно за безопасность Евросоюза ну и также кооперации да между государствами Евросоюза вот эту вот деталь не забывайте и по сути вот Вена даже играют большую роль чем Брюссель в общем не буду я пожалуй об экономике геополитике сейчас еще пожалуй чтобы спрогнозировать что будет уже в следующем году коснусь темы религии сейчас вот говорят что Владимир Красное Солнышко да крестила Русь ничего подобного крещение Руси это процесс постепенный начиная с скажем так водружения крестов Андреем Первозванным и заканчивая сегодняшним дьем крещение идет постепенно это надо понимать кто-то крестится кто-то раскрещивается сейчас я вот по телеканалу Перши национальный часто вижу целый круг религиозных общин великой Галичины ну вот смотрим что это за круг Резные зазвичиями верою и национальностями мы един в прагнении добра в раннее слово для доброго дня вечно на первом и национальностями Доброго ранку шановные слушатели глядачи у той гарной сегодняшний день сердечно витаю вас хотим сьогодні застановить над одною справа яка дуже дуже важлива для кожної людини через наших батьків отриму отримуемо дар життя а с тим завжди Господь Бог дає нам и ризные таланти но ризно можем с тим повести Кто же использует эти все дары и хочет, и старается использовать их как наиболее, но, на жаль, бывают другие люди, которые мирнуют свои таланты, не стараются, не дбают, чтобы свои таланты, свои дары, которые поддерживали от Господа Бога, как наиболее используются. Есть такое понятие, над которым хотел бы я на минуту остановиться и поручить вашу любую талантину. Время над собой. Когда человек старается познакомить себя, познакомить свое покликание, познакомить, как лучше она может представить себе, это не что я имею, не что я знаю, но кем я есть. Это большая штука жизни. Она есть штука, нужно работать. То есть не есть что-то, что сам из себя приходит, что я хочу быть добрым и я уже добрым. Таким образом нужно работать над собой, чтобы мы в нашем поведении, в нашем подходе до ближних были добрыми. Мы действительно были такими, что людям приятно с нами быть, полезно с нами быть. Может кому-то иногда кажется, что он уже такой добрым, что уже лучше быть не может. Такого нет. Между нами, людьми, никто не был даже так добрым, что он мог бы сказать, что мне больше ничего не нужно делать. Я уже осягнул вершок. Нет. Людина всегда может и должна стараться идти дальше. Людина, которая понимает свою бедность, никогда не соперится. Все еще хочет щиро стать ближче Бога, лучше исполнить у себя, чтобы использовать все дары, которые Господь Бог дал, чтобы и прославить Бога лучше, и послужить ближнему лучше, ну и быть лучше сама собой. Это программа жизни. Какие друзья? Очень, желаю вам, дорогие, подумайте над собой. Заступайте. И постановьте себе. Я хочу проживать над собой. Я хочу стараться. Я хочу удосконаляться, чтобы мог сделать лучше свою природу, своё призначение, своё покликание осягнуть. Господь обещает долгое життя и благословенное життя тем, кто поважает своих родителей, кто любит своих родителей. Иисуса Христе, Боже наш, отцу молитву мою, и всех нас, и благослови наши батьки, братья, сестер и всех людей, благослови цей рік и все дни нашего життя у мир и славы, благослови нашу батьковщину Украины и от жени от нас всякого врага и сопротивника. И дай нам, Боже, веру непосровненную, надею в мир и любовь нерутимирна. И яро-монах, и яфер. Иисус Христе, Боже, веру непосровненную, надею в мир и славы, благослови нашу батьковщину. Иисус Христе, Боже, веру непосровненную, надею в мир и славы, благослови нашу батьковщину, благослови нашу батьковщину. Иисус Христе, Боже, веру непосровненную, надею в мир и славы, благослови нашу батьковщину, благослови нашу батьковщину. Иисус Христе, Боже, веру непосровненную, надею в мир и славы, благослови нашу батьковщину, благослови нашу батьковщину. Иисус Христе, Боже, веру непосровненную, надею в мир и славы, благослови нашу батьковщину, благослови нашу батьковщину. Дякую, дякую, дужу. Розмова у нас вийшла, ну, що маєм, то маєм. Ну, що ж ми дійсно будемо тут заплющувати очі? В космос ми, звичайно, не полетіли в цьому році, але ж сподівання є на те, що наступний рік вистачить розуму, мудрості, не політичної волі і якихось дій і результатів цих дій, чого очікує вся країна. И не просьба, и ответы большого европейского мира. Наши надежды, наша вера. Вот на этом мы и будем заканчивать нашу разговор. Спасибо всем. Это была программа «Светло». Я ее ведущий Сергей Тарасенко. До следующих встреч. Вот вам и деятели религии. И, по сути, во времена Владимира на Руси было примерно то же самое. Сейчас вот есть тоже такой Владимир, о существовании которого мало кто знает. Который себя тоже считает сыном Велеса. Зовут его Владимир Куровский. Вот. Смотрите, что это за деятель такой. Владимир Витальевич, какие типы энергии, с точки зрения ведической традиции, есть в нашем доме? И как они на нас влияют? С точки зрения славянской ведической традиции, есть главные основополагающие типы энергии. То есть это непосредственно живо, мертво и дремо. Когда мы говорим живо, то есть мы имеем в виду тот главный основополагающий поток, который идет из центра мироздания, пронизывает с собой все живое и наполняет силой жизни, любви, радости и гармонии. Он существует в состоянии, как энергия первоэлементов. Он является собой проявлением времени и пространства. И он является фактически энергией божественного сознания. И поэтому в нашем доме, когда живо, как энергия наполняет наш дом, возникает ощущение искристости, легкости. Когда все процессы происходят достаточно быстро, активно, полноводно. Все жители этого дома, этого жилища здоровы, счастливы. Их дела развиваются самым лучшим образом. То есть фактически речь идет о том, что достаточно большой поток энергии, который идет с востока, наполняет нас и дает нам силу. Поэтому живо – это энергия жизни, энергия счастья, энергия блага. Но ситуация в том, что эта же энергия, эта же энергия жизни, если она начинает застаиваться, если у нас возникают места залегания этой энергии, то есть захламленные места в квартире, в доме, на чердаке, то есть какие-то углы, куда не попадает солнце, куда не заходит энергия, там начинает накапливаться энергия дремы. То есть фактически, можно себе представить, идет быстрый ручей, и вот какое-то некое отвлетвление, и вода туда заходит, и начинает застаиваться, и потихоньку превращается в болото. Вот таким вот образом проявляется непосредственно дрема. Дрема выступает, она проявляется тем, что в комнате, где проявлена дрема, человеку хочется спать, он спит и не может выспаться, у него возникает ощущение упадка сил, он отдыхает и не может наполниться, он как бы может есть в такой кухне наполненной дремой, и не может накушаться, потому что он чувствует, что ему не хватает энергии. То есть возникает такая вяжущая атмосфера, спокойствие, которое переходит в безразличие, в затухание и фактически, скажем так, в некую деградацию. Поэтому если у нас есть такие места, есть такая энергия, то есть их необходимо гармонизировать средствами родолада, усилять с помощью цветовой гаммы, с помощью предметов, с помощью перераспределения света в доме и прочих вещей. Когда же мы говорим о мертве, что является собой мертво? То есть мертво – это энергия смерти, то есть это энергия, которая приводит к нас к разрушению. Фактически это та же самая жила, но не структурированная. То есть представьте себе поток энергии, который течет в русле или в трубе, и представьте себе, что идет разрыв трубы, и энергия хаотически начинает разливаться, куда-то плескаться. То есть острые предметы, острые углы, какие-то хаотичные формы приводят к тому, что поток энергии закручится хаотично в пространстве, и приводят к тому, что они дестабилизируют ощущение энергетического поля внутри человека. И человек находится в таком состоянии, на него какие-то острые предметы направлены, то есть негармоничные картинки смерти, еще чего-то, и у него начинает возникать угнетенное состояние вследствие внутреннего распада тех тонких структур, его ауры, которые соприкасаются непосредственно с домом. Поэтому необходимо в обязательном порядке гармонизировать средствами родолада энергию мертвого и энергию дремов дома. И тогда человек может быть здоров, счастлив, гармоничен и успешен. Практикуйте родолады, счастье будет с вами! Так что в Киеве намечается еще одно крещение Руси. Состоится оно или какой-нибудь жеревол или курояд все испортит, я не знаю. Но факт тот, что попытка уже в следующем году будет. Этот Владимир Куровский из семи вот этих деятелей передачи, там Вичны, Светло, выберет кого-то одного, сделает своим наставником, будет кандидатом в президенты Украины, а может даже будет временно исполняющим обязанности президента Украины, как он, Турчинов, после свержения Януковича, да? Кто его знает? Я вот просто сделал свое предположение, которое, я думаю, никому, кроме меня, даже в голову не могло прийти. На этом все. Всем всего самого лучшего. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok